Всем привет, с вами Игорь. Наконец-то приехали мои долгожданные панельки. Первые 6 штук, дальше еще будут 8 штук. Почему-то разделили они поставщик на две партии. Вот сейчас мы посмотрим их характеристики на этой панели. ДНА солар, мощность 290 ватт, плюс 5 процентов, напряжение при максимальной нагрузке 32,3 вольта, ток при максимальной нагрузке 8,98, почти 9 ампер, напряжение холостого хода 38,9 вольт и ток короткого замыкания 9,49 ампер, 9,5 ампер. Максимальное напряжение системы 1000 вольт, 15 ампер. Тут температуры, тип панели 60 элементов, 12 токосъемных шин 290, поликристалл. Тут технические при каких-то мощность на 1000 ватт на метр квадратный при температуре 25 градусов. Класс А, вес 19 килограмм, размер 1650 на 992 миллиметра и на 35. Маденчина родная. Вот. Сейчас покажу, что такое 12 ПБ. Вот они. Видно так вот, я думаю, каждый элемент имеет 12 вот таких вот шин. Даже можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Да. 12 токосъемных шин, новая технология такая. Вообще посмотреть, если эволюцию вот этих вот панелей солнечных за последние там шесть-семь лет, то постоянно увеличивалось вот это вот количество токосъемных дорожек. Там были две на самых первых, потом три, четыре, пять. Вот прошлогодние панели, они уже все идут с пятимя токосъемными. А вот уже последний писк, вроде так сказать. Это куча вот этих вот токосъемных. 12 и больше там уже делают. Ну, все производители переходят на такие вот многодорожечные элементы. Видно так лучше. Больший съем энергии. Ну, там пишется, почему лучше. Там и старение вроде бы меньше или еще что-то. Вот. Есть на такие вот у меня на панельках дефекты. Вот, как видите, да? Один такой дефектик, пятнышко. Вот еще одно. Где-то еще. А вот такое вот вообще. Еще такое большое, довольно такое пятнышко. Вот. Ну, я, короче, звонил продавцу, спрашивал, что это за пятна. Я думал, что это воздух под стеклом невыдавленный. Вот там, ну, этот жидкий силикон туда заливают или как они их клеят, невыдавленный. Сказал, связались они с поставщиком китайским производителем. Он им сказал, что это флюс. У них растекся, так сказать. Новая технология, еще не отработанная. Немножко порастекался. Ну, на всех почти панелях вот такие вот есть. Не везде, но такие вот маленькие. Кое-где есть такие пятнышки. Он мне скинул хорошо, продавец. Сделал хорошую скидку на эти панели. Вот. С такими вот дефектами. Сказали, что они будут работать. Тут ничего страшного нет. Гарантия все есть. Не знаю. Ну, скидку хорошую сделали. Поэтому я решил оставить их себе. Думаю, тоже они будут работать. Ничего там страшного нет. Так, сейчас посмотрим напряжение какое. Напряжение 36-37 вольт. Моргает. Ну, у меня тут десятки не показывают вольты. Поэтому, скорее всего, 37. Ну, почти 37. Хотя должно быть напряжение холостого хода 38,9. Ну, сейчас солнце, конечно, не то. Солнце сейчас у нас середина декабря. Так сказать, самое маленькое солнце сейчас ниже всего в году. Вот. Поэтому... Ну, и панель стоит не очень ровно так. Наверное, поэтому и нет максимального холостого напряжения. Ну, 37 вольт есть. Хотя, когда ее вынес, только-только вынес, было 38. С гаража ее вынес. Наверное, из-за того, что она нагрелась, что такая на ощупь... На ощупь довольно тепленькая. Можно даже руки греть на ней. Тепленькая панель. И вот, смотрите, из-за нагрева вот этого, вероятно, из-за него напряжение на одну вольту просело. Вот. А какие же они летом тогда вообще, наверное, горячие? Если они сейчас теплые такие. Ну, это такое. Рамка 35 миллиметров. Рамка сборка мне. Рамка нравится. Рамочка неплохая. Вот. Такие вот панели. Силикончик тоже там. Вроде бы залит нормально везде. Даже просвечиваются шины, которые подходят в коробку клеммную на солнце. Просвечиваются. Силикончик тоже так аккуратно вроде бы. Загерметизировано. не знаю. Конечно, производитель один из самых дешевых. Вроде бы сказали лучше, чем Амери Солар. не знаю. Мне кажется, не намного не лучше. А то, что новая технология. Технология 12-полосная. Это вот меня привлекло в этих панелях. Коробка клеммная. Вот такие вот панели. Буду скоро ставить. Пришлют еще одну партию. буду их уже вытаскивать наверх. Устанавливать крепление. Все готово у меня. Только бери и ставь. На крыше. Сейчас попробую показать. Если вы увидите. Крепление уже есть. Там у меня другие есть. Я показывал, как я делал крепление. Так что. Вот такие вот панельки. Есть у меня еще одна идея. Попробовать от этой панели включить электровелосипед. Будет ли он работать. Напряжение у меня подходит получается. Такая идея у меня давно была. И сейчас я, наверное, это и сделаю. Но это уже другое будет видео. Посмотрим, можно ли ездить на солнце. Ну, такой эксперимент проведем. Ладненько. Всем пока. До следующего видео.